Тут уже сразу пошло распределение вверх и вниз. Ого! Заземление красивенькое. Это красный кристалл. Это такие вот кружочки, это спирали фиолетовые. Человечек один вижу. Человечка я увидела. Пирамида, такие прям как крылья бабочки. Ух ты боже мой, какой-то космос, как в плазме плаваешь. Ну вот это вот то, что я нарисовала, спираль обвивает пирамиду и меня повело в плазме. Я сейчас с Марусей занималась. Не знаю, что видела. Я же кокона всем ставлю. Я очистила ей кокон и там плазменный кокон. Блин, он меня не пускает. Оказывается, мои же системы не впускают ее. Ну, лазит там. Короче, удивилась, как я на это напоролась сама. Вот меня до сих пор в этой плазме. Оно как, знаешь, как медуза, да, тоже немножко на плазму похожа, как будто вот плавает вокруг. Я просто вспомнила, что-то рисовала. Это по кругу идет, вот эта спираль. Ну, в смысле, сюда идет, потом туда и дальше. Я смотрю, сюда пришла. Оно само рисовалось? Вот эти вот полумесяцы, как дегуги. Вид остации передачи информации. Слушай, ну это шикарно выглядит. Ну это приятно смотреть. Солнышко такое. Это сколько лучей у нас? Опять восемь. Это же оно же ушедшее и сюда, да? Места не хватило. Само рисовалось все понятно. Персик. Что-то мне все время флюорид напоминает эти кристаллы. Подожди, не этот. Оно красиво просто. Хочется за этим дальше. Наблюдать. Так, а сейчас будет... Та-дам! Вот что мы считывали. Это арказасец, на котором нанесено на который очень много кристальных рун. И он их долго несет. Это с первого дня практически. Только ключик восстановления к победе надо восстановить. То есть кристалл, в котором очень много созидающих рун. Фокусировка, победа, мощь, ключ, двойной ключ, рост достатка, поток достатка, защищенный достаток, фокусировка на достатке, ну такой антиградник. Антиградник или фокус, ключ к росту в потоке, концентрация, добыча знаний, поток радости, рост, ясность, гармония, поток, ключ. Фокусировка достатка, фокусировка воля к победе и так далее. И что мы тут имеем? Я так понимаю, запущены все чакры, вот кристальные вот эти треугольнички, да? Подъем высших сил, подъем вверх, и видишь баланс, ну как по мне, да, во все стороны уходит. Потом какие-то структуры, притом квадратные впервые. Ну такие под углами, то есть такие квадраты это именно достаток. Я тебе говорила, четыре грани, это вот стабильность. И тут она у тебя засияла, несмотря на все остальные, как ты выражаешь себя фигуры, да? Ну вот и треугольниками себя выражаешь, текучими линиями. Здесь появился впервые квадрат. Пирамида. А мне эта штучка нравится, это... Я чувствую себя такой, она как танцует, вот ручки, как живая. Это как танцующая дакини, да? Просто как, когда мантру слушаешь или еще что-то, когда ты плывешь, да? Когда сваджеры и танцуешь. Но она с самого начала и привлекла внимание, она еще и вниз стала такой... Даже не баланс, а вот именно текучесть, плазменность такая. Потом меня сюда перенесло. Это еще и с пирамидой излучается, я так вижу. Ну вообще, суперская штука. Пристал нехило. Так, тут у нас еще... Да-да-да. Да. Это отсюда же? Нет. Ух ты, боже мой, подожди. Тут какие-то ноты у меня почему-то. Ох, тут два человечка. Ух ты, девушки. Я прошу включение за французский. Тут три... Три потока, да? Я в спираль потом собираюсь. Ну это как соединение вот этих. Угу. Ты фигурами изобразила и вот этими. Только я пытаюсь... Первый поток туда закрутился, второй... Просто смотрю, как-то я закручила. Луна, ты полумесяц и луна начала рисовать. Концентрация здесь и полетели. Это дружба, это партнерство, это любовь или это внутри мужское, женское, еще и с бабочками, возрожденное, легкое, да? Так что это? Дружба. Дружба. Двойка копков тут считывается. Взаимопонимание, дружба, да? Еще и такое радужное поле их соединяет, да? И получается по ходу ты нарисовала их соединенными, ну не очень понимаю этого, но соединенными по всем чакрам, судя по всему, по всем, на всех уровнях. А это лотос, их дружба, излучение и какой-то высший, ну высший смысл, да? Тут летающие товарищи. Кристальная энергия. Так, вот этот вот персиковый свет, такой золотисто-розовый, да? Вот который нас окружает постоянно, в котором и танцуешь. Ну, слушай, тут такая дружба. А, ну давай. Ага, это просто да, это ты сказала да в дружбе. Just say yes. Только скажи да, ну просто скажи да. Ты поняла, ты, тебе нужны, ну, партнерство, нужно с кем-то общаться, то есть тебе нужны единомышленники, друзья по духу. Ну, поняла, раз ты и видишь, какие они, оба анахатные, зеленый и розовый. И взаимопонимание есть. Ну, так это же идеально. Притом еще, во-первых, он какими-то треугольниками во вселенной. То есть смотри, вот в дружбе что-то родилось, да? Ну, идеи общие, синергия называется. И вот оно треугольничками полетело по миру, видишь? А потом кто-то это еще ловит и что-то свое потом танцует, видишь? Это смысл синергии. Смысл партнерства, когда люди любят друг друга. Вот такие смыслы. Видишь? Ну, по-настоящему любят на этом, на всех уровнях. Так, сейчас таких все больше и больше. Ты такого встречаешь. Ох ты, боже мой. Это человек, в котором вот такой красивый цветочный мир. Весна. Нифига себе, вот такие цветы я первый раз вижу. Это что-то там, космограмму свою с этого. Это анахата. Это даже внутри головой все чакры. Ого, излучения какие. Ого. Арктур Плеяды, как ты это себе назовешь? Не оно? Плеяды. Плеяды? Ты к ним все время склонна. А просто у Сюзан Ли есть, аркторианский коридор, немножко похожие рисунки она рисует. Я тебе только же. Рука сама идет, да? А это на языке света целые там пакеты информации, тонны книг. Просто каждый будет что-то свое распаковывать. В каждой книжке же каждый что-то свое возьмет через свои фильтры. Это такой внутренний мир, да? Сфера внутри. И потом это... А сейчас расскажешь. Ну, я правильно, в принципе, поняла? Это голова? И потом она червиша обрабатывается и поднимается выше, выше и выше. Класс. А ну-ка, что это? Ух ты боже мой. Тут она тоже вскрылась, видишь? Она открылась. Ну, была такая закостеневшая. Застеневшая, но типа человек вскрылась, и там весь космос. Значит, ну, будь окружен. Ну, грубо говоря, вот так вот. Rock bottom. Это надо перевести. Я в это словосочетание не понимаю. Ну, это камни, а камень, но, судя по всему, расколотый. И окружи себя алхимией жизни. Ну, вот этими всеми энергиями, которые... Вот, закрой глаза, вспоминая, как ты исчитываешь, какие вокруг энергии, когда ты там берешь атрибуты, когда ты их на себе носишь. И одновременно еще в этой жизни есть одноклассники, там, у них свои интересы, кто-то там о чем-то своем мечтает. Они, конечно, там, я не считываю, у тебя много космоса в одноклассниках, но вот они вот в такой вибрации живут. Учительница в такой, мама в такой, я в такой, ты в такой. Очень много разных жизней, да? Вот сколько человек, вот если они сферки, то столько и разных, очень разных вибраций, да? И ты можешь пульсировать и излучать, даже не таким уж любимым одноклассникам, просто излучать для того, чтобы тебе было комфортно в этом пространстве, излучать свои волны. Закрывай глаза, излучай себя, вот эти вот все миры, откройся, излучай их и смотри в лица одноклассников. Они каждый там в своих каких-то. Но я там сильно высоких помыслов не вижу. Они пока закрыты, ноги. Звучат ноги, значит, кто-то там тоже о чем-то мечтает. Закрывай глаза и проскользи глазами по людям, но вначале по тем, кто тебе более приятен. И скользишь по ним глазами и остаешься с ваджи, с пурбой, вот со всеми своими танцами, плазменными сферами, с плазмоидами, с вот этими вспышками света. Это ты просто с любовью сидишь, наблюдаешь за этим всем. А из тебя оно все равно вытекает. Из пор, из чакр, из глаз, когда ты открываешь глаза, из рук, оно все течет. И как-то оно все равно в пространстве вокруг них треугольчиками-то летает. Ну, всякими шариками, плазмоидами. А ну, посмотри, кто из твоих одноклассников быстрее всего на это среагирует. Кому эти шарики больше всего текут? Ну, кто там по созвучию ближе? Ксюша. Ксюша это девушка, девочка какая-то, да, там? А она как реагирует? Как она меняется, когда ее это окружает? Что с ней становится? Она... Она просто вся такая, цветочек. Она стала цветочком, да? Вот можешь сейчас мысленно, если есть такой импульс, знаешь, как в мультиках феечка подлетела, поцеловала, а ты можешь просто мысленно выдохнуть в нее розовый или золотой свет. И если она принимает, пусть она будет окруженным, и цветочек тут цветет. А ну, давай к тем, с кем сложно взаимодействовать. Ты сидишь и звучишь, ты не собираешься с ними дружить, тебе не надо завоевывать их внимание, тебе не надо подстраиваться под них, чтобы с ними общаться, вообще ничего не надо. Просто наблюдай. Просто ты сидишь такая, какая ты есть, и у тебя ты как пурба, вся, сияющий алмаз. Все, тебя ничего не тронет. И вот люди, с которыми тебе не очень комфортно и приятно. Просто сидишь и наблюдаешь, что происходит, если из тебя это все излучается. С тобой, что происходит с ними, что происходит. Все точно так же, как до того, как ты открылась, или по-другому? Как год назад или по-другому? Ну вот, Ира, если она может меня за портфель взять, швырнуть, то она просто как бы обходит. Обходит, вот. Мальчиков каких-то бери. Ну, им все равно. Да, они в своем мире. Ты с девочками конфликтовала, да? Возьми еще кого-то, ну, самого сложного. Ира и ее там подруга, я ее им вообще не помню. Хорошо, вот ту, которая. Ты стоишь вот в своих нынешних энергиях и излучаешь из себя персик, розовый. Понимаешь, они, если не на этой частоте, они это не возьмут. Но эта частота просто вас будет разъединять, они тебя не будут видеть. Ну, потому что мы притягиваемся по подобию. В тебе была часть там агрессии и, ну, это называется воровство энергии, можно назвать, когда друг у друга косы, ну, друг друга бьют, чтобы получить, подпитаться. В тебе была часть конфронтации, и они к тебе лезли. А если ты сидишь у дзеней, они не могут. В этом, кстати, все притчи дзеновские и буддийские про то, что когда ты стал мастером, тебя обходят. Ты не попадаешь на улицу, где дерутся, где происходят драки. Ну, такой вопрос. А что сделает дзен-мастер или мастер буддизма, если он встретит на улице дерущихся? Ответ простой. Мастер буддизма не попадет туда, где драки. Он просто на другой вибрации. Вокруг него они просто не могут состояться. Поняла? Ну, так вот, пожалуйста, как можно в быту, вот в реальной жизни, вот это все употребить? Ты просто стоишь, сияешь, они не трогают твой мир, ты не трогаешь их мир. Я тоже никого здесь не трогаю. Я стою и излучаю свое. Те, кому это надо, по резонансу притягиваются. Поняла? Ну, классно же. И тогда ты найдешь вот этих вот товарищей, которые оказываются с тобой на волне одной. Но это можно открыть. Я, собственно говоря, такой всегда была. И когда я сюда пришла первый раз, я такая же была. Просто кто-то был закрыт и не мог это взять. Поняла? Когда человек открывается, он вдруг выясняет, что, оказывается, тут коллеги живут. Поняла? Давай. Трудись. У тебя труд еще, да? Вроде нет уже. Ну, хорошо. Тогда учись. А мы пошли работать дальше. Можешь взять новые карточки. Ну, красота же. Похожешь на тебя. Скрылась.